Сделаем обзор по палкам-блескам динамской хайдбэк. Остановлюсь на каждой позиции, объясняя, для каких целей можно использовать какие палки. Мне очень нравится твоя идея. Их особенное отличие, конструктивное, то, что у них несъемный темляк. Такие палки могут подойти для постоянных, очень легких прогулок. Я так поработала сегодня трицепсами, вот за счет вот этого механизма. Банжи-пампы, они достаточно информативные, мы будем об этом еще много-много разговаривать. Я не знаю, как все это можно взять с собой, но я бы взяла все. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале «Живи активно!» Скандинавская ходьба 2.0. И с вами Дмитрий Черныш. Татьяна Новикова. Дмитрий является инструктором по скандинавской ходьбе, а также представителем компании «Нордикпро». Татьяна является инструктором по лечебной физкультуре и инструктором по скандинавской ходьбе. Дмитрий, а как ты думаешь, почему Скандинавская ходьба 2.0 называется целый проект? Я не думаю, я жду, что ты мне сейчас это расскажешь. Потому что скандинавскую ходьбу мы уже снимали с телеканалом «Живи активно!». В первом приближении чуть-чуть со всем о том, что нужны палки, что нужна одежда, что это полезный вид физической активности, приблизились к этому чудесному миру скандинавской ходьбы. А в проекте 2.0 мы с тобой вдвоем погружаемся еще больше в этот целый мир. Мир физической активности, полезностей и интересностей. Тогда давай в этот мир пойдем правильным порядком и начнем с того, что сделаем обзор по палкам для скандинавской ходьбы. Дмитрий, это отличная идея. Поэтому я тебе предлагаю испробовать на себе весь ассортимент нашего магазина, а потом ты поделишься впечатлениями и назовешь своих акваритов. Работаем! Представляем вам обзор палок, которые представлены в нашем магазине Nordic Pro. Сейчас я вам расскажу о всех разновидностях и остановлюсь на каждой позиции, объясняя, для каких целей можно использовать какие палки. В магазин часто приходят люди за палками, которые плохо себе представляют, какие палки выбрать, что с ними делать, как с ними обращаться. Поэтому мы всегда консультируем, всегда рассказываем. И сейчас я вам проведу короткую экскурсию, для того, чтобы вы понимали, что вам нужно. Начнем с классических палок. Это классические фиксированные палки. Они могут быть с содержанием карбона больше или меньше, могут быть без карбона. Такие палки, они хороши для соревнований. Или тогда, когда у вас уже просто очень легкие прогулки без особой физической нагрузки. Дальше идут палки. Это классические телескопы, которые раздвигаются от 90 см до 125 или до 135. Это базовые палки, которые мы выпускаем уже очень много лет. Фиксация цангой, алюминий, пробковая ручка, съемные темляки. Такие палки могут подойти для новичков. Такие палки могут подойти для постоянных, очень легких прогулок где-то в лесу. Палки оснащены резиновыми наконечниками, под которыми находится металлический шип, который подходит для всех видов поверхности в любое время года. Резиновые наконечники у нас идут только для асфальта или для плитки, когда это чистое, без пыли, без влаги, без опавших листьев. Эти палки принципиально отличаются от предыдущих трех моделей только тем, что на этих палках не съемный темляк. Во многих случаях это становится гораздо удобнее по многим причинам. Причина первая. Такой темляк очень тяжело потерять. Такой темляк очень тяжело сломать. И еще одна причина, почему этот темляк очень интересен, потому что летом вы можете за счет этого клинушка и петельки отрегулировать плотное прилегание руки к палке, а зимой, опять же, за счет этого клинушка и петельки вы можете отрегулировать так, чтобы у вас туда еще помещалась и перчатка или варежка, в зависимости от того, с чем вы ходите. Протестировала следующие палки. Это серия Nordic Walking, компания Nordic Pro. Но их особенное отличие, конструктивное, то, что у них несъемный темляк. Но это совсем не минус, потому что за счет вот этой петли мне удалось настроить эти палки таким образом, что они мне в руке были очень удобны. Новинка. В нашем магазине новинка вообще в выпуске палок для скандинавской ходьбы. Это палки, у которых ручка наклонена на 15 градусов относительно основного древка. Это тоже классический телескоп с цанговым механизмом. Но самое интересное здесь, конечно, находится в ручке. Физиологически прихват такой палки становится гораздо интереснее за счет именно этого наклона. Для того, чтобы палка была перпендикулярна предплечью, вам не нужно подламывать кисть. То есть, если мы берем обыкновенную палку, палка встает под 75 градусов в руке. Эта палка у нас сразу выходит в перпендикулярную позицию. Физан выпустила целую коллекцию таких палок и с содержанием карбона, и с классическим алюминием. Палки, с которыми я прошлась, это фирма Физан с изогнутыми ручками. Мне они понравились в отношении работы с кистью и меньшей нагрузкой на плечевые суставы. Палочки телескопические. И было удобно мне повыставить на мой рост. Мне они понравились. Следующая модель. Это не совсем классический телескоп. Это палки, у которых точка фиксации немного смещена в сторону ручки. И внешний замок. Внешний замок на таких палках интересен тем, что позволяет на палке установить клык. Цанговые механизмы не всегда могут обеспечить выставление клыка в нужном направлении относительно ручки. И, опять же, внешний замок, или еще называемый спидлок, позволяет быстро изменить высоту палки, если это нужно сделать где-то в каком-то движении. Дальше идут палки для путешествий. Их несколько разновидностей. Палки трехсекционные классические телескопы. Палки четырехсекционные классические телескопы. Или палки из серии микро, которые на шнурке. Это самые компактные палки. Они достигают длину 37-40 см. Классические телескопы, в данном случае, они интересны тем, что очень легко разбираются. И вы можете убрать даже в самый маленький чемодан, в самый маленький багаж. Приехали, собрали. И пошли на прогулку. Видите, все это занимает достаточно мало времени, и достаточно мало места занимает в багаже. Следующие палки, которые я протестировала, это также фирма Физан. Алюминиевые палки с прямой ручкой. Все было удобно, как в случае, когда палки подбираешь действительно верно по росту. Но плюс этих палок в том, что они обеспечивают минимальный транспортировочный размер. И подходят для тех, кто собрался ехать в путешествие. Всего лишь вот такого размера получается палочка. Я ее легко собрала и могу положить себе в чемодан или в сумку. На закуску. Я оставил палки серии Банжи Памп. Банжи Памп – это не совсем классика для скандинавской ходьбы. Это палки с встроенным резиновым амортизатором, которые позволяют, во-первых, просто заниматься, преодолевая дополнительное сопротивление и получать физическую нагрузку. Во-вторых, они позволяют улучшать технику скандинавской ходьбы, о чем мы будем говорить отдельно. Конкретно вот эта модель, которая называется Волкотлон, она снабжена фиксатором-ограничителем, который позволяет отрегулировать глубину хода для того, чтобы начать с самых малых нагрузок. Особенно интересны эти палки тем, что достаточно легко разобрать палку и поменять встроенное сопротивление от 4 кг, которые сейчас здесь стоят. Можно поставить 6, 8 и 10, увеличить нагрузки. Также банджи-памп интересны тем, что с ними можно заниматься в домашних условиях, что мы также расскажем отдельно. Удивительные палки удалось мне протестировать еще одни. Это банджи-памп. Их уникальность в том, что это палки-тренажеры. Они учат держать палку под работой, то есть все время давить рукой в палку на всем протяжении шага. Это уникальный тренажер, отдельно заслуживает внимания, и я рекомендую людям использовать это в своей практике. Завершаем мы наш обзор дополнительной продукцией. Это эспандеры, которые можно применять во время тренировок. Их можно применять как отдельно сами по себе, так и прикрепив к палкам, для того, чтобы сделать какую-то жесткую конструкцию и выполнять всякие упражнения и движения. Со всем этим ассортиментом подробнее можно ознакомиться у нас на сайте. Звоните, обращайтесь, мы всегда поможем вам с выбором. И еще один важный момент, о котором я не упомянул, как подобрать или настроить палки под себя. Если мы говорим о фиксированных палках, то желательно, чтобы ваш инструктор рассказал вам, с какой высотой палок вам нужно ходить, или вы подбираете палки под себя по правилу прямой руки. Есть, конечно, формулы для расчета, но они не совсем корректны, они не учитывают ваши антропометрические данные. В идеальном варианте вы должны палку подбирать под себя так, чтобы у вас в руке был прямой угол. Вы надеваете обувь, в которой вы будете ходить, вы ставите палку на поверхность, и вы отслеживаете так, чтобы у вас был прямой угол, ну, плюс-минус 2-3 сантиметра. С телескопическими палками все гораздо проще. Например, на этих палках на шкале нанесен рост человека. То есть вы можете остановиться на каком-то росте, который приближен к вашим размерам, и уже окончательно доводить. На палках других производителей здесь уже выставляется непосредственно высота палки, которую мы высчитываем по формуле. 0,68 для общих физических занятий, 0,66 для реабилитации, или 0,7 для спортивных занятий. Еще раз повторюсь, что, конечно, то, что касается фиксированных палок и всего остального, лучше всего, если ваш инструктор скажет, с какой высотой палки вам нужно работать. Татьяна, делись впечатлениями. Да, Дима, я готова дать тебе обратную связь. Давай. Давай прям пойдем по очереди. Возьмем вот эти маленькие физические палочки, коротенькие, которые складываются в 4 раза. Ну, безусловно, их преимущество, что если я хочу куда-то поехать и не хочу брать с собой багаж, да, большой, возьму ручную класть, конечно, я выберу вот эти палки. Мне, как любителю скандинавской ходьбы, такие палочки нужны, потому что я езжу, а без палок не езжу, да? Понятно. Почему это для меня решение? Я им говорю, да. Палки оранжевого цвета. Мне они понравились отдельно, потому что у них регулируется уровень, на который я могу подтянуть темляк. Это важно, чтобы плотно темляк был на руке и было удобно. И, конечно, вот эта ручка, которая целиком идет пробковая, да, тактильные ощущения очень приятные. Я с ними шла, отдыхала. Я прямо тебе говорю, я отдыхала. И плюс вот этот яркий оранжевый цвет, просто он мне нравится. Я им говорю, конечно, да. Я не знаю, как все это можно взять с собой, но я бы взяла все. Еще одни палки. Физановские, с изогнутой ручкой. Понравились они мне тем, что достаточно физиологично работает кисть и меньше нагрузка на плечевой сустав. То есть для определенных людей это важно. Я понимаю, что кому-то нужно меньше давать нагрузку на плечевой сустав, когда идет, да? Здесь легче разгибается кисть. То есть они такие модные, современные, интересные. У нас эти палки очень любят брать для новичков. Да. И, кстати, люди, которые профессионально занимаются, тоже начали выбирать эти палки, потому что дополнительная опора во время разгибания руки. Да, я тоже это заметила, что еще легче соблюдать вот этот вот угол отведения и фиксацию палки по земле. Это я тоже заметила. Этим палкам я тоже говорю, да, Дим. Ну, так получается. Ну и банджи-памп. Банджи-памп – это отдельная история. Я так поработала сегодня трицепсами, вот за счет вот этого механизма, я, наконец, поняла, что, как нужно давить полностью в течение всего шага рукой в землю, да, в палку. Через палку мы давим в землю. То есть равномерно поддерживать работу трицепса и руки. Прекрасно работал трицепс, прекрасно работала лопатка, минимум работала грудная мышца, все, как положено, все, как мы любим. Все то, что мы учим наших людей, как мы хотим, чтобы они ходили. Вот на этих банджи-пампах ставить технику мне показалось намного легче, чем просто на палках. Банджи-пампы, они достаточно информативные, мы будем об этом еще много-много разговаривать. Дим, спасибо тебе за такой обзор. Я всему говорю да. Наверное, все палки я у тебя попрошу меня оставить. Я буду с ними тренироваться сейчас с эспандерами. Спасибо.